МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место происшествия. Задания максимально приближены к реальности. Модели, инженеры-электрики, экономисты, партийные пиарщики. Стать телезвездами решили представители разных профессий. С корабля на бал первый же конкурс. Максимальное погружение в журналистскую профессию. Появление в кадре или стендап. Сегодня, 12 июня, сотрудники отдела ГИБДД проведут очередное профилактическое мероприятие. Здравствуйте, как вас зовут? И почему вы за рулем в нерезвом виде? Я, Василий, мы с друзьями выпили. Совсем немного. Одна рюмка не могла стать причиной аварии. Подскажите, пожалуйста, вот сегодня будет в Заводском районе проходить рейд по выявлению пьяных водителей. Вы сидите, пьете. Пиво у вас рядышком лежат. Че от автомобиля. Как вы собираетесь ехать домой? Пока конкурсанты в студии, за дверью переживают родные и близкие. Наталья решила не оставлять своего сына без поддержки. Ну, во-первых, у него это с детства мечта. И мы его отдали в модельное агентство наше, Кемерское, очень знаменитое. Называется «Завидуй мне» в переводе. Вот он занимается уже третий год. И, получается, сейчас в сентябре он уже заканчивается с красным дипломом. Защает. У него мечта быть профессиональной моделью. Ну, их встреча обошлась недолго. Он опять уехал. Все. Спасибо. Сильно в голову ничего не даст. Поддержка поддержкой, но дальше проходят только те, кто сумел справиться с волнением и показал то, на что он действительно способен. Члены жюри неумолимы. Во второй тур прошла лишь половина конкурсантов. Интересно посмотреть все было, как это все происходит за кулисами. Ну, не прошли. Что сказать. Вы знаете, скорее всего, да. Ну, как уверенно, взялись мило. То есть, импровизация как бы сильна, но перевернувались. Дальше больше. Все конкурсанты мечтают стать ведущими. Второй этап – работа в прямом эфире. Причем в экстремальных условиях. Будущие телезвезды впервые видят текст новостей. Здравствуйте, в эфире новости. В студии корреспондент Анна Шутикова. И мы начинаем. После каждого испытания жюрист совещается за закрытой дверью. Споры, обсуждения, горы бумаг с пометками. В третий тур вышли сильнейшие. Здесь претенденты показывают талант интервьюера на рандеву с режиссером телеканала «Мой город». Конкурсанты были в роли журналиста. Марина Илюшенко перевоплощалась неоднократно. Депутат Госдумы, заведующая больницей и даже активист в борьбе за права меньшинств. Все-таки вы считаете эти стереотипы устаревшими уже, и они не актуальны? Или все-таки необходимо с ними равняться? Потому что, как ни посмотри, большинство населения не одобряет такие мероприятия. Ну, потому что у них и пластичный ум. Понимаете? После каждого интервью – разбор полетов. Ни один момент не ускользнул от зоркого взгляда членов жюри. Свои советы и пожелания высказали уже состоявшиеся журналисты. Что удивительно, на последнем испытании не срезался никто. К заключительному конкурсу волнение у участников исчезло. И стало видно, что они на самом деле из себя представляют. Приемная комиссия, редакторы и журналисты холдинга итогом остались очень довольны. На самом деле, все ребята, которые пришли сегодня на кастинг, замечательные. Кто-то, к сожалению, переволновался. Кто-то не знал, куда он пришел. Но, в принципе, все, кто остался и дошел до третьего тура, все они были хороши. Все замечательно отработали. Я думаю, что с этими людьми мы сработаемся. И они в будущем станут персональными журналистами. Может быть, конечно, не все. Кто-то не сможет потянуть. Но я надеюсь, что большинство из них станут моими коллегами. Из нескольких десятков – единицы. Все, кто дошел до финала, теперь работают в отделе информации. Куда входят русское радио, телеканал «Мой город», газета «Московский комсомолец» и интернет-портал «Сибдепо». Все это мультимедийная редакция СДС-медиахолдинга «Сибирь». Субтитры создавал DimaTorzok